Если по одному проекту было заключено два соглашения, рой соглашения о продлении проекта, можно ли зачесть общую сумму по этим двум соглашениям как по одному проекту? Тоже предоставляйте документы, при необходимости в комментариях, в пояснениях эту ситуацию опишите, чтобы эксперт точно при оценке не пропустил и постарался воспринять эти два договора, условно как этапы одной слитной работы с одной суммой. Опять же, это останется на усмотрении эксперта. Если из специальных документов будет явно следовать, что это одна работа, которая продолжалась, и в этом смысле один большой проект, то да. Если эксперт посчитает, что это две отдельных работы, он может их суммы получить отдельно. Но, насколько я понимаю, из вашего, здесь фактически второе соглашение о продлении было до соглашения. Его как приложение к самому договору предоставляйте. Ссылок на таблицу отдельные пункты. Сейчас попробую сходу ответить. Должны ли этапы и подэтапы строго соответствовать этапам ТЗ? Поясню, этапов ТЗ нам не хватает для полного описания работ. Например, есть испытания образцов, но для испытания образцов еще надо изготовить оснастку. Это дополнительный работа, дополнительный подэтап. Также необходима закупка комплектующих, которые тоже потребуют выделения в отдельный подэтап, не предусмотренный сейчас ТЗ. Можем ли добавлять эти подэтапы? Кроме того, можно ли расширить выполняемые работы относительно плана ТЗ? Например, теми же испытаниями подэтапами добавить изготовление оснастки. Коллеги, я в некотором смысле переадресую этот вопрос вам. Не сломает ли подобные добавления расчеты по плановой работе в ПЭО? У нас те планы работ, которые предусмотрены в ПЭО, они прямо завязаны с планом выполнения НЕОКР. То есть спрашивает заявитель, подразумевает, что он дополняет план выполнения НЕОКР дополнительными подэтапами. То есть сам расчет это не сломает, а вот корректность того, можно ли дополнить план выполнения НЕОКР чем-то, что не предусмотрено в ТЗ, он больше, наверное, сутевой. Потому что мы подразумеваем, что фактически эксперт, он оценивает в соответствии с ТЗ все работы, которые предусмотрены в том числе в ПЭО. Те этапы, которые будут не соответствовать ТЗ, эксперт, скорее всего, не очень поймет на основе чего он должен их оценивать, потому что они никак не будут увязаны с ТЗ. Это в части как раз в том числе финансово и экономическое обоснование. Давайте вот что я вам порекомендую сделать. Во-первых, если, ну, судя по тому, что вы пишете, те дополнительные подэтапы работы, которые вы хотите внести, они напрямую связаны с указанными и в техническом задании. В этом смысле в финансово и экономическом обосновании. Если это явно связано с содержанием ухода, это требуемое для выполнения работы указанной ТЗ, вы указываете при этом в пояснительные записки и в любых доступных полях или комментариев мы вам рекомендуем это явно подсвидеть, указать, какой подэтап добавлен, в связи с чем, обосновать его необходимость, дабы, собственно, избежать того, что эксперт по формальным принципам скажет, этого этапа нет в ТЗ, соответственно, представленной работой не соответствует с ТЗ. Вот таким образом...